Вы выиграли спор с контрагентом, и в решении суда указана хорошая сумма. Вам срочно нужны эти деньги, чтобы влить в оборот. Однако проигравшая сторона не торопится с выплатой. Насколько может стянуться взыскание суммы долга, и что можно сделать, чтобы ускорить процесс? Поговорим об этом в новом видео. Когда решение суда вступает в силу, и когда можно получить исполнительный лист? После оглашения решения в последнем заседании суд в течение пяти дней составляет мотивированное решение. К сожалению, сроки часто не соблюдаются. В течение месяца после его изготовления решение вступает в законную силу, если ваш оппонент не подаст апелляционную жалобу. Исполнительный лист выдается судом взыскателю после вступления судебного постановления в законную силу и предназначен для принудительного исполнения судебного решения. Далее мы обсудим, куда обратиться с листом, чтобы оперативно получить денежные средства. Если вы предпочитаете доверять юридические вопросы профессионалам и нуждаетесь в помощи по взысканию задолженности, чтобы быстрее получить деньги по исполнительному листу, позвоните в Роско, свяжитесь с нами в мессенджерах или закажите обратный звонок по приведенной ссылке. Этим вы сэкономите нервы и свое время и увеличите вероятность исполнения судебного решения. Когда вам должны перевести деньги по исполнительному листу? При добровольном исполнении деньги должны перевести или отдать в разумный срок, который составляет 7 дней. Однако добровольное исполнение – это не обязанность должника, поэтому, если деньги не поступили, нужно начинать взыскание задолженности по исполнительному листу. Действуйте сразу, как только получили документ. Как мы и отмечали раньше, наиболее быстрым будет обратиться к специалистам по взысканию задолженности, юристам, адвокатам, чтобы быстрее получить деньги по исполнительному листу. А что же делают специалисты, чтобы получить деньги? Первое. Получают информацию о счетах должника. Открытая информация о счетах есть в договоре, документах об оплате на сайте должника, но специалисты делают официальные запросы ФНС и кредитные организации. Когда компания не имеет денег на счетах, анализируют связи юридического лица и руководства, цепочки аффилированных лиц и компаний. Второе. Обращаются в банки, чтобы взыскать долг по исполнительному листу. Обращаются в каждый банк, где есть счета должника. Ведь информацию о наличии и отсутствии денег на счетах банки свободно не предоставляют. Третье. Помогают в работе судебных приставов. Если взыскание долга по исполнительному листу через банк ни к чему не привело, юрист-адвокат обратится в службу судебных приставов и помогает их работе. К должнику могут быть применены такие меры, как арест счетов и имущества, инициирование банкротства, привлечение руководства к субсидиарной ответственности, чтобы первые лица компании рассчитались по долгам личным имуществом, оспаривание сделок по выводу активов. Бывает, что судебные приставы не могут физически найти руководство. По юридическому адресу директор постоянно отсутствует, телефоны недоступны. Из-за загруженности приставы просто переходят к другому делу, а ваши откладывают. Но если дело будет постоянно откладывать, то через три года долг просто спишут, и вы не получите ничего. Профессиональные юристы знают, какие способы дают результат для получения информации о должнике, его счетах и имуществе, умеют привлечь нужные ресурсы. Например, когда руководство не выходит на связь через интернет-провайдера, можно узнать, откуда директоры-собственники выходят в интернет. Кроме того, руководство должника будет предупреждено об уголовной ответственности по статье 312.177 УК РФ и привлечено в случае злостного уклонения от погашения долга. Если у вас возникнут вопросы, вы можете задать их в комментариях под роликом. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе вместе с Роско. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова